Какие у вас впечатления от этого сбора? Что может быть вновь? Как готовить? Какие-то общие впечатления от этого сбора? Я думаю, ничего нового нет. Готовим, как на все сборы. Разные отличения с первым. Единственное, что у нас, конечно, много игроков травмируют, но я считаю, что у нас достаточно хороший футболист в России, который может справиться вместе с этим, который нет. Традиционно много вратарей. Вы чувствуете себя, безусловно, первым номером в этой компании? Нет, конечно. У нас большая конкуренция в этой позиции. Не считаю себя номер один. И, конечно, если у меня будет возможность еще раз играть, как новый вратар, я должен показать еще раз высокий уровень. Потому что здесь, как я говорю, конкуренция очень большая. Гиль, вчера Марко Николич покинул «Локомотив». Мы видели твой пост, но все-таки ты можешь еще рассказать твое отношение к этому? Про команду сейчас не хочу ничего говорить. Мы сейчас в сборной. Давай ответ на вопрос по поводу нашей команды здесь. Возвращаясь к первому вопросу. Вы готовы быть резервистом в 35 лет? Готовы что? Быть резервистом в 35 лет. А почему нет? Самое главное для меня – участвовать в этом команде. Не важно, как. Если бы тренер решил, что я должен быть резервой, я буду резервой без слова. Тебе кажется, что хорошая идея играть в Казани в октябре? Там бывает достаточно прохлада. Плюс были разговоры о том, что «Газон» не в идеальном состоянии. И комфортная сборная должна по стране играть в матчи, несмотря на то, что они могут быть решающими в этом цели. Это сложный вопрос. Мы знаем, что Россия – это большая страна. Все хотят нас видеть. И, конечно, было бы удобно играть в Москве, но мы должны понимать, что, как я говорил, большая страна. И болельщики хотят, чтобы мы были рядом с ним. Поэтому мы должны это понимать и принимать на позитивном. Из того, что было открыто для журналистов, они видели, точнее, что вратари занимались отдельно на другом поле. Это так проходило всю тренировку или вы все-таки в какой-то момент присоединились? И на чем был сосредоточен упор, поскольку мы понимаем, что Словакия очень хорошо играет на стандартах? Нет, у нас так же был напев сбор. Это не было на все тренировки. В конце тренировок всегда они просят два вратаря. И Витальевич старается, типа, не знаю, 10 минут с команды, потом поменять, поменять. Но мы всегда индивидуально тренируем между собой, потому что стараемся сделать много упражнений, которые похожи на игровые моменты соперника. И поэтому, насколько у нас есть время и возможность, мы и так работаем. Гиле, а с чем связано? Ну, вернее, можешь ты сравнить методы работы Гинтера со Сталышей и Виталий Зальч-Хафанова? Есть какие-нибудь, если честно, отличия? Ну, знаешь, я не люблю, у нас много вопросов по этой теме, да, не только с Гинтера, но тоже с моим тренером, который Локомотив. А я не люблю сравнять с тренером. Я считаю, что каждая методика, и для меня они все хорошие тренеры. Ну, каждый по свою, как говорил, методике. Мы, как футболисты, мы должны принять эту методику и стараемся привлекать, как они будут работать. Гиле, а если не сравнивать, а просто сказать про Кафанова, ты как бы суперзвезда, знаешь, в тренерской стезе. Вот, как тебе с ним? Ты до этого говорил, что он легендовый. Ну, да, Кафанов, первый раз с ним работаю сейчас, да, на последнем сборе здесь сборной. До, когда я уже в России, я уже читал, читал тоже его книгу, про него всегда только позитивные, хорошие слова. И, конечно, человек вообще без слова нету, но он не только тренинг, но только тоже старается сделать, чтобы между нам, братарей и Йом было такое хорошее отношение, да. Как дружба, как отец, да, и с ним очень комфортно работать, он старается всегда нам дать уверенно, и, типа, он всегда старается, что мы чувствуем здесь, как на нашем доме. Это очень-очень круто. Ты сказал, что книгу читал прямо на русском? Да, но уже пора, нет? Пора, но я вижу, что ты обычно на португальском ты считаешь. Нет, я португальский на русском тоже считаю. И как тебе книга? Мне понравилось очень. Что тебя больше удивило, отсутствие Артема Дзюба, который отказывался от сборной, или вызов Дениса Душакова, который не назывался до четырех лет? Ну, я считаю, что это личный, да, вопрос по поводу Дзюба. Он принял такое решение. И сложно говорят. Я не знаю, что он думает, что он должен уважать. Дзюба уже много сделал для сборной России. Я думаю, что, не знаю, в его момент он хочет чуть-чуть, не знаю, подумать. Я не знаю, что. Сложно говорить про личные решения, да? По Душакова. Я говорю, что не удивлю, потому что у него уже… Он живет сейчас хорошие моменты в химике. И забывает моноголи, хорошо играет. Считаю, что заслуженно. Кили, после матча с Кипром попало видео, как ты говоришь, что у тебя нога болит. Ну, Кафана спрашивает, я знаю, что у тебя болит нога, ты говоришь, да, болит. Можешь сказать, что это за травма, появлялась информация, что у тебя проблемы с ахиллом и нужна операция? Да, мы много об этом говорили в последнее время, да. У меня есть, конечно, за моего роста, да, я уже… У меня тут 20 лет, 21 год. Всегда есть какие-то проблемы, которые хронические, которые мешают. Но у меня сейчас есть проблемы, которые не так сильно отвлекают, но мы должны быть аккуратны. Но что писали на последнее время, что почему я рискую, почему, зачем я играю. Ну, я сам знаю свой организм, и я никогда это не делаю, не буду рисковать свое здоровье. Первое место – это мое здоровье. Я хочу еще играть долго. Тебе нужна операция на хилл? Нет, пока нет. И пока я чувствую, что у меня есть возможность играть. Я буду играть, но, конечно, без риска всегда. Ты сказал, что хочешь еще долго играть. Контракт заканчивается через год. Через полтора. Через полтора? Ага. Значит, это неверная информация была на трансфер-маркете? Ну, окей, да. Получается, на трансфер-маркете неверная информация была про ваш контракт. Трансфер-маркете? Ну, сайт Трансфер-маркете. Нет, у меня в декабре 2002 закончен. Ну, почти, ну, давай. Год, два месяца, три месяца. Угу. Но не год. Ну, то есть это, в принципе, продолжая вопрос коллеге, не тот срок, когда надо задумываться о том, что уже будет дальше? Слушайте, я говорю по своей карьере. Ну, конечно, я бы хотел закончить карьеру локомотива, но это не зависит только от меня. Но я уверен, что пока я играет на свой уровень, который я умеет играть, и я не думаю, что они меня выгнят оттуда. Поэтому все зависит от меня, конечно. Если к следующим сборам национальной команды поймете, что вы не основной вратарь, будете пытаться отказаться от Кадзюба? Почему? Ну, потому что вы не основной вратарь, в 35 лет это может быть чувствительнее. И что? Я считаю, что если они меня будут вызывать, я должен по-другому стараться участвовать, чтобы помогать команде. Как я говорю, я чувствую себя здесь комфортно. Мне приятно быть здесь. Не важно, если я буду играть или нет. Я так всегда говорю. И если у меня будет возможность всегда попадать в сбору, не важно, играть или нет, я с удовольствием. Мы от него будем создавать очередь. Последний вопрос давайте. Полевые игроки все время приходили на пресс-минференции и говорили, что капитанская повестка на переходе одного к другому. А вратари фигурируют в этом списке. Можем ли мы тебя увидеть в следующем матче с повесткой на Кадзюба? Нет, это еще мы не обсудили между... Ну, вратари, я не знаю. Я не знаю, меня не тренинг об этом, но не могу сказать об этом. Потому что я ничего не знаю по поводу возможности быть мы. С вратарем капитанской команды. Но если предложат, отказываться не будешь? Нет, конечно. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.